Встали. Ровно встали. Надо сдать чуть назад. Вот как. Так, бегом. Галина Александровна, только бегом. Так, и где Виталий у нас? Виталий, во всю прыг, бежи, когда ударишь по локам. Корсанте. Господи, благодарим Тебя за милости Твоей, явленные уже в этом выборе. Мы просим, освети дары, посылаемые Тобой, для подкрепления нашей немощной плоти. Услыши нашу молитву. Благослови приезжающих и отъезжающих. Сохрани нас от обмана, лжи. Защити нас от воров, от пожара, от нечистой силы. Детям дары подкушания. Пошли добрых детей, знающих Тебя и воспитателей. Любящих Тебя, трудящихся во имя Твое для Царства Небесного. Мы нуждаемся, чтобы Ты исполнил всех Духом Святым, дал рождение свыше. Приготовив готовящихся к окрещению святому. Тебе Боже слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Видите, у нас каждый день обед бывает. А перед обедом мы даем другую пищу духовную. Так, у тебя что-то ниже синее без рукавов. Смотри, а то можешь снять, если жарко. Ну смотри, куда столько она сделана. Одна, вторая, третья. Сними с нее куртку. Температура-то какая уже. Посмотрите. Давай снимем куртку. Она сама не решается. Погляди. Если у нее рукава есть, то она не освободится. Жарко. Нет, тут нет рукава. Комаров тут уже никаких нет. Если комары, мы можем утром пойти туда уже завтракать. Так. Некоторые сообщения. Встаньте на место, ноги не отставляйте. Ровно стойте. В 7.15 должен был прилететь самолет из Москвы. Из Канады мальчика везут. Королев Константин, отец. И утром рано я только встал в СМС. Самолет задерживается на два с половиной часа. Значит, и встречать на два с половиной часа надо позже. Но у Бога все вымерено. И когда начинается вот это отступление, у меня уже мысли возникают. Они играет кто-то или с нами. Я его не видел. Не знаю. По голосу не узнаю. Вчера он с Сергеем разговаривал. В какой-нибудь Саварбек там, Алмазов, залез и он пакостит. Люди под разными никами называются. Разные аватары. То есть мерзость. Лицо скрывает, тогда можно делать пакости. А это означает, он не разоблачен. Его надо искать. И вот представьте, что сейчас милиции нету. Обращаться некуда. Вообще милиции, полиции нету. Что будет? Это банды. В один день бандами покроется вся страна. Что угодно будут. Приедут сейчас там, ну приедут с автоматами там, с палками. Вас всех забрали и все. Будут что попало делать. Надо Бога молить, чтобы Господь охранял нас. Без власти нельзя. Всякая власть от Бога. Тем более власть, которая не запрещает молиться. Мы эти годы столько благовествовали. Проехали, знаете где Тихий океан? Город Владивосток Находка. Мы там были, на нашей газели. Купили машину специально. И в каждый город заезжали. В районные центры. И мы везде дарили наши 38 книг. Журналы Патриаршие. У нас много что было. Евангелие. Были Библии, где могли добавлять. И прошли всю Россию. Юг. Шесть мусульманских республик. Прошли Турцию с той стороны Черного моря. Где Эрдоган там этот. Говорит, наладил отношение с Путиным. Попросил изменения. Вот ошибка была. То есть Турция терпела тоже ущерб большой. Какая ошибка, когда сбили пилота? Олега убили. Ну и Олег-то ездил не на тещину блины. Дальше договаривайте. И те, которые сбивали-то, они тоже хотели какую-то компенсацию иметь. У них дети погибли. Потому что бомба не разбирает куда падать. Сообщили туда. А бомбят-то сам-то не видел. Ему сообщили. А может по злодейству показали на больницу. Больницы нету. Кто там был, все погибли. А кто бомбил, разберись. Американцы и русские. А там печать работает, травят. Все против русских. А мы должны молиться. Что Бог сохранил эту мирную обстановку. У нас в России еще можно ходить. Из-за каждого куста снайпер не стреляет. Видите, это новости последние. Последние новости. Вчера сообщили. У меня купили маленький приемничек. Ну маленький, как арбузик такой. Ну нет, он вообще не говорит. Я ничего не знаю. Оказывается, шел автобус с детьми и погибли. Больше десяти детей и погибло. Вот эти проверки, они не дают полной гарантии сохранности. В Смоленском районе утонули дети. В Алтайском крае. Так это не все сообщается. У нас ни один не утонул. С сегодняшнего дня под особый контроль купания. Не один, а два должно быть по 16-летних. За кружки зайти не заплывай. Только кто хорошо плавает. Тебе жарко? Так ты здесь в лягушатике. То есть за что держаться. Окунулся? Раз, два, три, пять, десять. Ил не поднимешь. Потому что там деревянное дно. Мы там не бываем. Я беспокоюсь о тех, которые... Они, наверное, и плавать-то еще не умеют. В интернете показывают, как ребенок... Ну маленький совсем, грудничок. И как он плывет, пузыри впускает, и родители его ловят. Они в бане учат плавать. Есть такое государство, как Парижские острова. Сейчас могу ошибиться где-то. И разговаривают с англичанами. У вас какие законы особые? Да никакие, как везде. А мы слышали, что у вас, где купаются на море люди, женщин спасать нельзя. Говорят, да. Уголовный закон. Если ты женщину спасал, тебе дадут пять лет тюрьмы. Нельзя спасать ее. Она тонет, она кричит. Это ее дело. Да как так? Да вот так. Закон принят, я должен исполнять его. Так у вас, наверное, и женщин не хватает. Теперь жениться не на ком. Да нет, говорит, есть еще остались. А теперь это разговаривает англичанин. Он спрашивает англичанину, скажите, а сколько у вас утонуло в Лондоне и в окрестностях? Он говорит, 300 человек. А у нас за 300 лет ни одна не утонула женщина. За 300 лет. Почему? А мать ей говорит, дочка, тебе надеяться не на кого. Будь как рыба, как дельфин, как русалка. Она ее учит плавать. Она мужчину может спасать. А мужчина-то бывает и в состоянии. А женщина-то крутая, она ему голову завернет. Главное дать дышать только. Потому что кто тонет, он хватает и тебе не спастись, он тебя на дно утонет. К нему надо подойти, сзади захватить, надо знать приемы эти. Иначе ты с ним пойдешь на дно. Если он тебя захватил, тонет, не сопротивляйся. Ты под воду ушел, он вздыхается, у тебя бросит, ему жить надо. У него сознание работает неправильно в это время. Я говорю о детях. Кто у нас не умеет плавать, поднимите руки, совсем не умеет. Вот те, которые непослушные, видите, они даже для себя не трудятся. По кружке ягод не собрали, а просто восемь собрала. У нас был такой один парень, боевой в прошлом году. Паша, я не знаю как это, подопри гора или как-то что-то гора как-то. Майбогадаеву. Майбогадаеву. Ну, в общем, такое украинская фамилия-то где-то. И вон, баба домой, я узнал, ты бабу здесь подструниваешь, что больше этого не было. А почему? Он везде герой, а на пруду сидит, а он не привык. Он хочет героем быть везде. Паша, я сам пойду сейчас купаться. Я тебя научу плавать, ты из воды не будешь вылазить. Он никак, он боится. Я залез в воду два урока, и он начал плавать, и этих еще научит. И теперь он рвет, а можно купаться? Видите, обстановка меняется, надо работать. Так, почему Тимоша не научился плавать за два года? Да, детей записывают в секции. Есть такой, я не знаю, как называют, наверное, ок в Барнауле, бассейн там или как назвать? Санаториот. А? Санаториот. Бассейн. Бассейн говорит, я не боялся воды никак. Поехал с отцом на рыбалку, он меня, говорит, схватил за шиворот и выбросил за борт. Я как заорал, говорит, начал воду пить, говорит, а не выпишешь, вижу много воды. Я руками-ногами захлопал, поплыл и кричу, папка, я поплыл. Не разговариваю, хватайся, я веслами грибу, догоняй. Я одного парнишку учил, я говорю, ты на спине учись плавать, на спине намного легче. Ну вот так, показал ему, а там второй мостик-то, а сам с другим занялся учить. Обернулся, нету, глянул, он метров на десять, ногами как шатунами работает. Я говорю, куда, а он слышит уши-то в воде. Вернул его оттуда, догнал. На спине научиться плавать совсем еще. Так, руками-то как шевели и ногами оттанкивайся. Степа, учиться надо плавать. Будешь учить или нет? Нет. Кто наймется их учить? Нет! Ну это значит трое утопики. Он сказал, нет, не буду учиться. Кто, не будет учиться? Да. Не будешь? В армии есть такая поговорка. Не умеешь, научим, не хочешь, заставим. Сегодня его от начала до конца в воде держать. Плавать. Ты будешь плавать, Степа? Не знаю. Будешь плавать? Посмотри, физиономика какая. Будешь плавать? Я тебе не говорю, плавать не буду, тонуть буду. Ну я дальше буду говорить, тонуть будешь. Лесо разгладилось, это его участь такая. Сказал, плавать будешь, заплакал. Ну нормально это? У нас был тут один Тимоша. Пришли с воды, они его в воду затащили. Пришел холодная вода. Ребята говорят, да теплая, холодная, теплая. И когда третий раз сказали, что теплая, он ответить еще не мог и заплакал. Заплакал? Вот точно так же, я это знаю моду эту. Ты будешь плавать, будешь хорошо плавать. И родители будут рады, и ты других спасать еще сможешь. Что ты надул что-то? Воды боишься? Ну, это фобия воды называется. Нельзя это делать. Тимоша, будешь учиться плавать? Да. Вот так надо отвечать. Значит так, поддерживать под грудь, чтобы ногами хлопал. Ну, сначала можно на ступеньку держать, а дальше научить его выдыхать в воде воздух, пузыри пускать. Присаживаться с ними вместе. Так, это маленькие учителя. Никита, плавать-то умеешь? Так, даешься? Ну, я его буду учить. Ну, учить? А ты-то умеешь, да? Я умею. Я умею. Так, хорошо. Ну, учить только в лягушатнике. Ладно. Туда можно, когда проверят старший, Никита проверять вас будет. Тогда выпускать среди поплавков, чтобы туда-сюда за поплавки не уплывать. Понятно? Да. Если даже нечаянно ты нырнул за поплавками, это уже не хорошо. Так, девочки, кто не умеет плавать? Поднимите руки, кто не умеет плавать? Мари, Асофия. Учить, кто чуть-чуть умеет плавать? Кто умеет чуть-чуть плавать? О, ну, она никакой категории не хочет приписаться. Не знает, что там пирожки хорошие. Кто не умеет плавать? Совсем вот раз и потонул. У нас на разъезде рядом разъезд здесь. Два мальчика. Мать дома стирает. Они пошли поиграть. А там экскаватор копал яму для железной дороги. И там яма, вода. И мальчик один в эту воду упал. Второй за ним. Вытаскивать. И оба утонули. Мать пришла. Два трупа плавают. И они на нашем кладбище похоронены. Мать вышла. Никого нет. Другая. Ванна была рядом. Ваня утонул. Она не видела, стирала. Ребенок мертвый. Это человек близкий нам. Мы его хорошо знаем. Надо учить. Сегодня у нас будет комиссия. Говорят. Ни с кем не разговаривай. Ты от них на шаг не отходи. Почему не разговаривай? Ты не разговаривай. Отойди и все. Запрещено ни одного слова. Ни имя твое. Откуда приехал. Ни один вопрос не отвечать. Устав говорит. Если с кем надо поговорить, они выберут. Я скажу. Я разрешаю тебе отвечать. Понятно? Отвечать только правду. Надо уже думать об этом. Мы сегодня подбираем. Почему? Как говорится, Потемкинская деревня. Мусор. Пыль. Все была. Пошел брать ягоды сегодня. Выходили брали ягоды. Разве не видели, что там молочая растет? Павелика. Я просто пробежал маленько, убрал. Но они приедут. Я им скажу. Смотрите. Трава лежит. Только-только завяла. Она сегодня сорвана. Это ради того, что вы приехали. Чтобы они не подумали, что мы тут марафет наводим. А уедут у нас опять тоже. И постель будем показывать. Я скажу. Не убрана бывает. Я запрещаю. Зачем убирать? Вещь там все ложится. Она проветрится лучше. Мы ничего не скроем от них. Но сначала я их там спрошу. Вы серьезно приехали? Вам нужно знать. Поэтому до конца смотрите. А не просто вам галочку поставить. На костре побудете. Где купаемся. В огородчике. Поведу к бабе Наде, как она учит там. Чтобы все видели. Приготовьте, что с кем-то они пожелают говорить. Рот не надо так портить. Так, Сань, прямо на меня смотри. Звонит сейчас женщина. Мы ее знаем. Она приходила без детей. Говорит, в лагерь хотела. Но детей уже когда она пришла, я сказал, не дергать губы свои. Опусти руки. В газете в одной только прочитали. У нас рекламы-то не было. Раньше мы расклеивали. Звонки, звонки были. Мы отбирали детей. А сейчас отбирать не приходится. Никого нету. Рекламы нету. А никто и не знает. А узнали, а почему вы о себе не даете знать. В интернете говорят. Я говорю, ну как могли. У нее мальчик кажется и девочка. Она приходила. Она ходит. Даже по интернету занятия Сергей Павлович ведет кубков. И она сейчас позвонила. Как ехать? Я говорю, Сергей Павлович должен встретить Королевых. И вы за ними... Так сейчас они поедут с ним. Я дал телефон. Они около аэропорта договорятся встретиться. И тогда сегодня у нас прибыль на три человека будет. А к вечеру взрослых еще с Горного Алтая двое должны приехать. Где-то с какого-то числа какая-то группа готовилась. Я не знаю, сколько человек в Екатеринбурге. Мальчики в основном, видимо, будут. Там был Владимир Галендухин. Он учитель. Тебе куб подарил в прошлом году. Крещение принимал. Сейчас ничего не надо. Вы поняли? Да. Вы для меня помощники. Это новые люди. Вы им будете подсказывать, как за столом сидеть, как себя вести, чтобы правила не нарушать. Вот здесь ограда. Здесь не играть нельзя. Ни мячиком, ни друг друга толкать. Потому что скамейка стоит. Ударился, и человека нет. Я тебе говорю, смотри. Бороться, если надо, вы попросите. Тогда мы выйдем. Там лук специальный у нас. И там как ковер. Клевер. Они уже просили. Когда? Вчера даже боролись сами. А почему без нового ведома? Не знаю. А кто это разрешил? Я не разрешил. Они сами. Кто боролся? Понимаете, это нарушение. Это только под присмотром делается. Значит, ты исключаешься из борцов. Больше бороться не будешь. Ты сам себя лишил. Как раз мальчики едут в 12 лет. Тебе была войсила. Ты лишил себя этой возможности. Ничего не делать без благословения. Вы слышите? Представьте, сколько детей. Как родители плачут сейчас. Их нету. У кого-то телефон был. Лодка опрокинулась. Может быть, даже который хорошо плавал скорее. Ну, а где ты еще нажмешься? Телефоны не помогли. А у нас без телефона и все живые. Вам нельзя телефоны давать. И в армии телефоны отнимают раз в неделю. Так это взрослые. Нужно. Родители звонят. Так. Ну, зачем вы пальцы все время в рот толкаете? У тебя и так узги уже болят. Всякую грязь толкаешь в рот. Я думаю так. Мы сейчас пообедаем, позавтракаем. И я уйду. Так мы быстрым шагом туда. Два топора и пила. Больше вам еще не надо. И возьмите веревку отвяжите с тележки. Веревку с тележки. И веревкой волоком это вытащить сюда. Батюшка сказал. Дальше они сами расправятся. Там, где дрова лежали. Если освободить, чтобы ничего больше не пилить длинные. Длинные мне нужны не 6-метровые, а 10-метровые. Больше ни одно не пилить. Эти четыре сюда вытащить. Они легкие, скользкие. Мы с детьми огромные деревья таскали. Набьем скобы. Заострю как лыжину. И из леса волоком тащим. Человек 15. Вот смотри какие стоят там. На качелях-то. Тогда были столбы стояли. Настоящие. Ну приспособиться надо. Так. Все сухие сегодня? Да. А то щек сзади упал или что там. Посмотри. На чем стоишь. У Андрея постель мокрой сегодня была. Вика, а у кого... Что такое? Ну Андрей сегодня на карасе. Так, вечером... Где у меня повар-то? Ну-ка, чего-то нету. Посмотри. Так. Вечером жидкости не давать. Чуть-чуть глотнуть и все. Я же просил. Вечером ближе не прыгать. Андрюша да. Тебя задали рукой не случайно. А че молчат? Значит, если поплыл как карась, стирать самому. Никто за тобой не будет стирать. Когда мы брали, мы всех родителей спрашивали, не мочится ли под себя ночью. Ну арест называется. Значит, разговор другой. Мы бы тебя не взяли такого. Потому что где тут настираешься? И зачем это нам нужно вонять? Один тюк проквасит келью. Значит, дать ему тазик и сразу поставить мыть. Так. После завтрака сколько-то попилите, до десяти хотя бы часов. Дальше будет видно. Мы все уходим. Мне дадите сигнал. Что пришли. Зашмуруйте или называю. И скажите. Без начальника лагеря мы не имеем права пускать. Такой устав. Если они одеты нормально, то нормально. Помогите юбке, чтобы были запасные платки. Ну все у меня. Платочки. У всех платочки. У кого нету? Куда пошел? Он снял. С него сейчас сняли. Сделайте, чтобы не на пальто. Везде платочки были. С собой. Ну а теперь пошел искать. Нехорошо это. Его просто подставили. Платочек. Далее. У него есть. За стол. Все. Подолжен научиться плавать. Воды боится. Ради можно вы не бояться? Вчера ты с водой и водой. Ух. 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 Садитесь, святой воды всегда подавайте. Сколько столов, сколько маленьких кружечек. Маленькие, ну, ложкой соедините, и все. Смотрите, чтобы у девочек все было хорошо. Что она там захватилась? Узнай. Понимание. Господи, Иисусе Христе, Сыдий Божий, помилуй нас. Ешьте досыто. Когда говорим, что это лозунг наш, руку смотри сюда, вот так выкидывайте вперед, вот так вот. Рок-фронт. Начинаем. Россия должна стать. Россия это мы. Вот это все. Смеются как угодно, но Россия это мы, когда верующие христиане. Когда живут безобманно. Когда в бедности живя не воруют. Мы очень богаты. Сначала святой воды не ешь, не торопись. Не ешьте никогда хлеб, пока святой воды не выпейте. Мне маленькие девушки нужны. Сделай, чтобы они подходить могли. С ложкой, каждая. Соня, Маша, подошли с ложками со своими. Освободите их. Ложки несите, я вам дам морковки. Терткая морковь, я их поддерживать буду. В прошлом году стимопея поддерживал. Вику. А это вам. Вы маленькие, должны расти быстрее. Вот, будьте послушны. О, ешь давай. Это тому, кто тержет, отдай. Спасибо, Христос, однайки, христос. О, слава Божья. Только условия съешь сразу. Прекрати работать, съешь. Через 5 минут она уже теряет качество. Она кричит, защитите моих ребятишек. Помогите мне, люди. Погоните кошку. Она уйдет, сейчас ничего, не беспокойся. Вон она сидит. Вот, смотри, как я кошку атакуюсь. Не подлетайте близко, она схватит вас. Сейчас уйдет, уйдет. Вот, чтобы кошка прыгает, она достает. И чтобы она не прыгала, подей в противень, как тазик с водой. А кошка чистоплотная, она никогда не полезет туда. Просто отберись. Если капкан ставить, кошка наша повредится. А так, она кошка прошла мимо, по столу и ушла. Смотри, как делается. Это надо знать психологию, или как сказать, поведение кошки. Вон они сидят, наши маленькие ластачата. Пузырьки. Если ластачки кричали, то ластачата должны спрятаться. Почти не видно будет. Они уже знают. Маленькие-маленькие цыпленки. Только вывелись. А на второй день еще на пишке сидят на русской. И вот так вот склонились на диме. А они там что-то клюют. Они все в разные стороны, покрытались. Почему? Коршун. У него заложено, Господь заложил ему. А он не понимает. Ну, маленький ребенок родился. Скажи ему крыло, он даже не услышит. А овечка ходит, крещит почему? Овечки все время крещат. Еще Игненок в ней не родился Он ее голос матери знает Овешки кучные идут Друг с другом рядом А когда жаране голову вот так воткнут Их не различишь как полотно Вот как мусульмане когда молятся А корова рядом не может Ей надо поврось Иначе они бодают друг друга И она кричит Я здесь, я здесь А он где-то потерялся И кричит мамка где ты И она я здесь И он по голосу ее находит Среди тысячи овешек Если бы они были поврось Друг от друга он бы бегал А они вместе как толпу Давайте Ходи за стол А я постараюсь Вики не дали Вики не дали Вики не дали Вики не дали Вики не дали